Привет, друзья! С вами Сан Саныч и вы на канале Взрослый Разговор. Сегодня 9 февраля 2024 года и я традиционно вещаю вам из Одессы. Сегодня пятница, мы на новом рынке или на новом базаре, называйте как хотите. Это самый старый из действующих рынков Одессы. И сегодня мы сделаем для вас обзор, покажем цены на мясо, причем будем показывать мясо абсолютно все. И свинину, и говядину, и птицу. И зайдем обязательно на домашнюю продукцию. Мы покажем вам цены на соление, на копчение, на мед и многое-многое другое. Конечно же, овощи, фрукты, ягоды. Видео будет очень-очень крутое, поэтому сразу ждем от вас жирный-прижирный лайк. Если вы до сих пор еще не подписаны на YouTube канал Взрослый Разговор, то сделайте это прямо сейчас. Под видео есть кнопочка подписаться, нажимайте на нее. Рядом с ней нажимайте на колокольчик, и вы точно не пропустите ни одного видео на моем канале. Но, если вдруг после просмотра видео у вас останутся ко мне личные вопросы, пожелания или предложения, вот мой инстаграм. Подписывайтесь на меня в инстаграм, пишите мне в личку, я отвечаю очень-очень быстро. Ну и еще фишка наших обзоров в том, что кроме того, что мы узнаем цены, мы также берем номера телефонов продавцов для того, чтобы тот товар, который вам понравился, вы сразу могли позвонить и заказать. В общем-то, больше не тянем кота за хвост и начинаем обзор. Какая красота, вы только посмотрите, друзья. Светочка, доброе утро. Доброе утро. Мы рады вас видеть. И я взаимно тоже вас рада видеть. Мы пораньше приехали и успели, мне кажется, все сегодня увидеть, да? Почти. Почти, уже что-то вы успели продать? Успела продать и кое-что заказано. Заказ просто отложено, да? Да, я той недели не была, то были у меня заказчики. Да, в прошлой неделе у вас не было заказёнили. Да, ну надо было остаться дома. Что у нас происходит с ценами? А ничего не происходит, все стоит пока на месте. Цены на том же уровне, что и были, да? Пока, да, хотелось бы, чтобы они падали, но пока, к сожалению, тепла нет. Пойдет тепло, я думаю, все равно цены немножко упадут. Давайте расскажем, что почем сегодня. Да, все так же, как и было. Передочек 170, ребрышки, грудиночка вот такая, она очень красивая, очень сытая. Вот, тоненькая косточка, все мяско, хрящички. 170-180 такая, крупненькая, вот челка у меня шикарная вообще. Мяско, вот хрящики и мясо все. На борщик, на первое хорошее. Дальше, хвостик, голяшечка, 130 гривен. За килограмм, да? За килограмм. А сколько хвост обычно завешивают? Килограмма два? Ну, не, чуть меньше, полтора где-то так. Голяшечка обрезная, 220, зачищенная, свежайшая. Пошиночка, 200, 180 можно. Антрикоты, 200, 220. Вот такие красивые, очень вкусные. Я не знаю, почему-то на нашем базаре, может быть, как-то недооцениваются трикоты. Они как-то слабо их люди покупают. Но ведь это же самое вкусное мясо. Это не рабочее мясо, это спина, ноги, это рабочее мясо. А это мягенькое, очень вкусное и очень выгодная на него цена. 200 гривен, ребрышко маленькое, в основном мякоть. Так какая мякоть, это же биточные, самые вкусные мясо, как говорится. Я его беру, я его с двух сторон обжариваю, запечатываю, а потом тушу. И очень вкусно получается. Соль, перец, ничего лишнего. Потому что это, ну, как-то недооценивают, антрикоты, антрикоты. Люди слабо берут, не понимая. А вот этот интер называется, он к шейке ближе. Это нежнейшее мясо, мягенькое, вкусное. Можно и запекать его, и варить, и тушить, все, что хотите. И мангал можно. Очень вкусное. 200-220. 220 вот такое с биточным. Считаем вот такое. Тоненькая косточка вообще. А вот такое по 200. Шеечка 240 гривен. Обрезочки 200-180. Чистые, свежие кусочки мяска. И на фаршик, и потушить, на жаркое, на все можно. Дальше у нас лопаточка 280-270. И задочек. Вот такие самые чистые. Это сек, яблоко, бедринка. Кострец 300-290. Так, и мы подошли к биточной. 350 просим. 340-330 уступаем. Филейки были, держатся в цене 600. Как были, так и есть. Ну, их мало, и они в основном под заказ. Да, в основном. Вот сегодня у меня под заказ и девочки искали, ходили, и ни у кого не было. Так, печеночка у нас 250, плюс-минус. Легкие у нас 50, почки, это все по 50. Светочка, стоит напомнить, по каким дням вы приезжаете. Я приезжаю в пятницу и в воскресенье бываю. И номер селефона, по которому можно звонить, заказывать? Да. Да, 096-944-2216. Что я еще хотела сказать? Вот многие пишут в комментариях, что очень дорогое мясо такое. Мясо ведь разное. Мясо хорошее, дешево не бывает. Во-первых, в селе вам красивое, сытое мясо, кормленное, никто дешево не продаст. Люди уважают свой труд, конечно. Конечно. То же самое и здесь. Вы хотите купить вкусное для себя, значит, самое свежее, самое сытое, откормленное мясо. У меня мясо высшей категории откормления. Извините. Не волнуйтесь. А есть такое мясо, которое стоит в холодильниках по неделе. Конечно, люди стараются его дешевле продать, чтобы уехать. Так что за дороговизну, вот я мне просто не то, что у меня, у меня хватает своих покупателей, которые ценят мой труд и моих производителей, у которых я покупаю. А просто, ну, что дорого? Оно везде подорожало. Оно везде подорожало. Но я надеюсь все-таки, я уже не раз повторялась, что говядина – это зимнее мясо. Вот, блеснет солнышко, припечет немножечко, и свининка пойдет вверх, говядина уйдет на второй план. И оно будет не так востребовано. И я думаю, что цена на него уходит. Посмотрим, мы проверим, мы же делаем обзоры регулярно, мы пишем лето по современной жизни. По-любому, как люди там очень хотят подороже продать. Я понимаю, что это труд, но здесь не каждый может по такой цене купить. Но, что еще я хочу сказать. Не обязательно брать элитное мясо, у кого нет. На каждый кошелек можно найти. На каждый кошелек, тем более я уступаю, а обрезки, вы посмотрите, это же чистые кусочки мяса. Почему не взять и помолоть котлетку, фрикадельку, все можно сделать. Ну, это же знаете, как желание продавца всегда продать дороже, а желание покупателя всегда купить дешевле. И где-то нужно искать золотую середину. Я не к тому, я просто, вот люди иногда приходят, вот то, самое то, где дорогое. Да, да, да. Так вы по своему кошельку можно выбрать прекрасное мясо. Любой хороший, качественный продукт, неважно сейчас это мясо или автомобиль. Он не может лёжить на стол. Да, конечно, конечно. Он не может лёжить на стол. Все это прекрасно понимать. Светочка, огромное спасибо за вот этот вот комментарий в конце, это тоже очень важно. Да, хорошего дня. До свидания. Всем, до свидания. Посмотрите, какая красота. Домашняя свинина. Теперь я точно это знаю. Настенька, здравствуйте. Здравствуйте. Рад вас видеть. Я вас рада видеть. Вас и тут, и там показывают, да? И тут, и там, да. Сегодня у нас на канале вышло видео-обзор недельного рынка с Березовки. Да, недельного. Друзья, кто ещё не видел, я рекомендую посмотреть обязательно. Раз в неделю собирается огромный базар. Люди с округи приезжают и покупают, и продают. В принципе, Березовский район. Ну, не только Березовский. Я думаю, что там и с Николаевской области. С Николаевской, да, есть трошки. Ну, и продавцы там видел, я и был, и откуда, из Черкасской области, были, и с Винницкой. Приезжают тоже вот там вот на овощах. А, на овощах. Ну, да, есть, есть. Ещё мне понравилось, что там можно купить свинку живую, кролика. Можно, да, можно. Да, говорят, что и коровы бывают, да? Бывают, и коровы, и маленькие. Телято. В общем, мы всем рекомендуем посмотреть это видео, друзья. Вот ссылочку вы сейчас видите, и в конце мы оставим подсказку. Обязательно посмотрите, потому что видео получилось очень интересное. Очень мне понравилась молочка. Молочки хорошие выборы, и она вот реально, особенно сливка там такая вкусная. Ну, и мяса там, конечно, очень-очень много. Но, тем не менее, тем не менее, мы сегодня на новом рынке у Насти будем узнавать свежие цены на домашнюю свинину. Вообще, что-то за неделю поменялось? Нет, всё, как было, пока так и есть. Слава Богу, стабильность. А есть предпосылки, что вообще мясо может подешеветь? Подешеветь нет, оно уже дешевело, да. Уже дешевело, да? Обычно, да. Смотрите, обычно такой период, январь, свинина дешевеет, говядина дорожает. Потом идет на спад наоборот. Дорожает с марта свинину, говядина начинает дешеветь. Супер, тогда давайте расскажем, что почему. Просто сейчас такие цены, что... Шикарная сало. Ух ты, ёпки. А вот это что такое, покажите? А вот это сало. Вот такое. Да, ну поднимите его, чтобы просто вообще понимали. Это же гигантское сало, можно так сказать. Сколько килограмм такого сала? 200 гривен. 200 гривен, да. Да, масло, шкурочек оттанес. Ага. Класс. Сейчас застынет. Это шмакочек, потому что надо. Да, сало классное. Такая красота. Моим такую красоту. Сушить. Я просто обомлел даже. Вот реально, ну, видно, что классно. Прям так, ну что, друзья. Супер. Масло. Оно все по 200, да, вот это? Да, все по 200. Просто мне уже там несколько раз, ну, Сан Саныч, ты обещал показать, как ты ссоришь сало. Я вот сейчас смотрю на него, думаю, опять купить. Чирёвок, такой тоже жирненький, но будет мягенький, вкусненький. Я просто несколько раз у вас покупал сало, чтобы показать, как его засолить. И все время не было времени снять, я просто солил. Это, наверное, те сало, что я мало попробую, да? Сан Саны, как не попробую, его все, как не снимете. Не, я снимаю, вы просто, вернее, мы не снимаем его. Мы быстренько посолили и быстренько съели. Тем более, что там такое, знаете, кто-то пришел в гости, кусочек отрезали, угостили. Ну, это прям шикарно, друзья, прям просто песня. Красота, ну, и есть дешевле. Понятно, понятно. Есть 180. А сколько вот, давайте вот выберем самый красивый кусочек, чтобы понимать, сколько он будет. Вот этот, наверное, да? Ну, а я думаю, мне оценивается. О, Настя там блохого. Ой. Шикарно. И сколько же это вот кусочек будет, если в деньгах? Так, сейчас, сейчас мы его. О, так. 440 гривен. 440 гривен. Это сколько там, вес какой? 2,200. Так, ну, давайте я подумаю до конца. До конца, пока вас снимаю. Да, и может быть еще и... Красота. Тут вопрос не в том, что купить. Вопрос в том, что съемки дома, они... Их некогда делать, скажем так. Да, это точно. И... Но сало шикарное просто. Шикарное. Давайте, короче, откладывайте. Все, я решил, все. Все. Да, пакуйте. Главное, не забудь за ним вернуться. Вы же знаете, где меня найти, если что. Нет, шикарное сало. Потому что приеду в гости. Хорошо. Но если вы еще приедете засолить, тогда вообще не заход. Кстати, можете показать свой фирменный рецепт. Так, сало мы определились, по черевах мы узнали цену. Да. Давайте дальше. Дальше, смотрите, есть грудинка. 200 гривен. Ребра были 200 тоже. Пашинка была 200. Есть у нас задочек, гузочек, яблочко, кострец 220. Челогачек тоже 220. Вы обычно вот так красиво нарезаете. Вот когда он у вас нарезан, когда он нарезан красиво, знаете, сразу хочется его купить. Мне кажется, вот... Причем ни на каком рынке я так не видел. Поэтому надо делать. Сделаем аппетитный кусочек. Это аппетитный кусочек, я правда говорю. Друзья, смотрите. Вот так вот обычно этот лежит кусочек. И ты проходишь мимо. И ты вроде, может, и не хотел его, да? Не хотел, но захотелось. Но это мясо и понимаешь, что это вкусно. Так, что еще вы нам не рассказали? Беточек филеечки, шейка 270. Лопаточка 200 и 180. Что рассказали? Вроде все. А, ножки, галяшки. Ножки. Забыли захолодеть. Конечно, заховали их за салом, да? Да. Галяшечки по 100. Ножки 25. Хвостики 25. И ножки маленькие 15. Косточки 30 и 20. А такое печень, сердце уже продали? Ну, я дома продаю. А, я понял. То есть вы сюда даже не будете? Вообще есть печеночка 80, легкий 40, сердце 100. Ну, можно под заказ. Можно под заказ, да. Я привозю, но просто... С вами можно прийти, познакомиться, взять номер телефона и звонить. Просто у меня дома без проблем его забирают. Я понял. Не нужно возиться. Да. Вы здесь пятница, суббота. Пятница, суббота. И в неделю мы уже знаем, где вас искать, друзья. Березовки. Еще раз, если вы не видели, посмотрите видео про березовку. Вам огромное спасибо. Если вдруг до двух часов я не появлюсь, набирайте мне. Все, спасибо большое. Хорошая торговля. Спасибо. До свидания. Алена, здравствуйте. Доброе утро. У вас говядина сегодня, да? Говядина, да. Расскажите, что почем сегодня. Хорошо, начнем так сначала. Галяшечка, я признаю, 220. Гуляш, 160. Лебра, шпондра, грудина, 160. Галяшка на кости, 120. Лопаточка, 260. Задняя часть такая вот, 280. Шейка, 200. Качалки, тющины, языки, битки, 320 гривен. Немножко цена упала, но может... Уже упала, да, потихонечку? Да, чуть-чуть упадет еще, может, пару дней еще. У вас как раз по пятницам приход, да? Да. То есть как раз сегодня... Ну, по каким дням нужно прийти, чтобы все заставить? Ну, пятница и вторник все есть. Пятница и вторник. Да, все будет. Супер. Огромное спасибо. И порадовало то, что прозвучало, что цена чуть-чуть все-таки упала. Стабилизируется. Все будет хорошо. Спасибо большое. До свидания. До свидания. Георг, доброе утро. Доброе утро, доброе утро. Слушайте, я с 3 утра и пришел, но вы так уже много чего успели... Да, немножко опоздали, чалагачи продал уже. По чем был чалагач? 420 гривен. Ну, это продали, но это же если надо, то вы сейчас разберете, сделаете все, как положено. Да, да. Просто на данный момент... Да, на данный момент продал, просто еще не успел разобрать. Так, что здесь? В задней части, пожалуйста. По чем? В задней части тоже. 290 гривен килограмм. Молоденькие парашки. Пожалуйста. Супер. В задней части лопаточки, пожалуйста. 280 гривен килограмм. Лебрычки. Молоденькие все. Ребрышки, их можно на первое, да? Да, да. Шею тоже с 3 продали, да? Шею тоже продал. Причем шея была? 220 гривен. Курдюк? Курдюк 300 гривен. 300 гривен. А ребрышки 170 гривен. Так, ну вам можно звонить и заказывать. То есть, как бы на данный момент, ну вот, да, вы хорошо располагались, я так понимаю, что кто-то пришел, наверное, из постоянных клиентов, забрал. Да, да. Говорите номер телефона. 050-506-5024. Супер. Огромное вам спасибо, хорошая торговля. Спасибо. До свидания. А теперь будем узнавать свежие цены на рыбу в рыбном дворике Аравана. Юля, здравствуйте. Здравствуйте. Шикарно выглядите. Спасибо. А прилавок у вас просто обалденный. Ух ты, это у нас краб? Да. Да вы что? По чем он? 1300 за килограммчик. Смотрите, какие классные. Он уже готовый или нет? Что с ним делать? Подогреть, можно водичку, буквально на пару минуточек можно кушать. То есть можно пару минуточек проварить, да? Да, да, да. А сколько, вот киньте на весы, пожалуйста, просто сколько будет стоить в деньгах? 250 гривен одна шпичка. 250 гривен, вот такая вот крышня, да? Да. Так, креветки по чем? Креветочка вареная такая, 380 за килограммчик. Мойвочка, только приехала, 120 гривен килограмм. Шикарно. Свеженькая форелька тоже, смотрите, какая классная. 530 гривен килограмм целая, но мы режем пополам, либо с головой, либо с хвостом, на месте вам разделаем, филе стейки. То есть тоже можно взять за 530 половинку, да? Да, конечно. Филешечка 750, стейки 650, тунец 550, палтус тоже 550 за килограмм. Креветочка такая 400, хвосты 550 и 430. Радужная форелечка, сибас, дорада по 450 гривен килограмм. Осьминог 500 гривен килограмм. Кальмарчики тоже классные, большие, на фаршировочку. Тушу надо 280 гривен килограммчик. Устрицы 80 гривен штучка. Кальмарчик белый 250 гривен килограмм. Шпажки 50 гривен штучка. Морской окунь 260 гривен килограмм. Сорганчик по 400. Корюшка по 200. Барабулька 250. Ставридачка по 300. И бычок 160. Кинфлип 380. Это креветочная рыбка. Матиас, смотрите, какой крупный, классный. 180 гривен килограммчик. Матиас уже готовый, да? Да, да, да. То есть уже просто порезать, добавить лучка. Почистить, порезать лучок, маслить чуть-чуть, да. И шикарно. Вы знаете, я сейчас подумал, сегодня такая классная погода, что уже можно смело брать вот эти шашлычки, да? Да. И выезжать. Замариновали себе. Как их мариновать? Что с ними делать? Соевый соус чуть-чуть, чесночка, специи, можно лимончика добавить. Кто любит кисло-сладкое, можно чуть-чуть сахара еще. Минуточек 15-20 замариновали и можно спокойно готовить. То есть их готовить как обычный шашлык? Да. Супер, интересно. Надо будет, вот когда потеплеет, мы обязательно возьмем, попробуем. Но так оно прям вот, у кого есть там дома мангал сейчас, да, возможность, то, мне кажется, еще раз, сколько стоит 50 гривен шкашка? Нормально. И у вас там еще свежая рыба. Давайте посмотрим, что можно купить здесь. Так, начнем с судачка. Судачок крупный такой, 280, чуть-чуть помельче, 250. Лобанечка 140. Стейки судака 450, был прям огромный, красивый судак такой. Белый амурчик стейки 230, толстолобик 180. Филешка карпика толстолоба 220, судачок 500. Тоже шикарные филешки. Вот так. Запечь в духовочку вообще отлично. Есть карасик крупный, крупный по 100 гривен за килограмм, живой. 140. Карасик живой, он пытается что-то нам сказать. Мелкий такой по 80. Да, да. Мелкий по 80. Карпики живые по 160. Такое вот небольшие по 120 гривен килограммчик. Головы 20 гривен килограмм, кому надо, тоже спрашивают, часто на уху берут. Есть толстолобик, судачок, карпик часто бывает. Знаете, я был в прошлые выходные, в воскресенье был в Березовке. Там есть специально большой воскресный рынок, люди собираются там. Ну, там классный базар на самом деле. Но я к тому, что я первый раз так увидел. Там знаете, как продают головы и хвосты? Они хвосты вставляют в голову и продают. Не видели такого? У нас так тоже делают. Да? Да. Я просто первый раз такое вообще увидел. Тоже так делают. Супер. А карпики, смотрите, смотрите. Да, тоже дышат все. Только приехали вот. А сколько вот такой карпа, если завесить, вот мне просто интересно. Прям красивый такой. И его хорошо зажарить, да? Ага, вот можно отсюда. 2,350. А в деньгах? 380 гривен получается такой, да. Ребята у вас сразу его почистят? Конечно. Филешечку сделаем, стейки. Можем тушку сделать. Убрать голову, хвостик на запекание. То, что нужно, смотрите. Супер. Очень красивый. Угу. И еще у вас есть икорка, да? Да. Рассказывайте. Есть икорочка щучья. Тоже вот только приехала. Щучья икра 100 грамм, 350 гривен. Горбуша 100 грамм, 600 гривен. Кита 700 гривен, 100 грамм. И кижучьи 800 гривен, 100 грамм. Юль, вопрос такой. Вы отправляете по Украине? Конечно. Да? Потому что мне там пишут, что что-то с вами не могут связаться. Я не знаю. Может, это какой-то поклонник тайный? Я не знаю. Вроде дозваниваются все. Дозваниваются, да? Хорошо. Говорите номер телефона. 097-869-0808. Ну, я думаю, что нужно понимать. Я сейчас для зрителей. Мы все-таки показываем обзоры рынков. И тут не так развито, как, например, в той же розетке. Да? Доставка и все остальное. Потому что ваша основная, конечно, задача – это продать с рынка. Если у вас будет выбор продать продукцию с рынка или ввести ее на почту, упаковывать и так далее, то, конечно же, вы в первую очередь продадите с рынка. И есть еще один такой момент, что мы упаковываем это все не тут. Мы тут можем вам показать рыбку, предложить, показать. Но в итоге мы едем на рынок початок, там все упаковываем, там все… Скидываем мы вам абсолютно всю сумму, показываем все, что мы отправляем. И вот оттуда оно уезжает. И со 131-го отделения новой почты. Да, оттуда оно уезжает. Тут мы, к сожалению, не упакуем. У нас… Понятно, я понял, да. То есть, ну, я к тому, что иногда просто люди мне пишут, вот, там, заказали, они пришли. Или не так быстро, как хотелось бы. Я просто еще раз хочу сделать акцент на том, что, ну, все-таки вы не специализируетесь на отправке, в первую очередь. В первую очередь, ваша задача – продать с рынка. И, конечно же, вам лучше и удобнее продать с рынка, правда? Ну, да. Юля, огромное вам спасибо. Хорошая вам торговля. У вас, как всегда, все свежее, красивое. Вот тут просто рыбка нам машет хвостиками и говорит, идите-ка вы дальше. Настенька, здравствуйте. Здравствуйте. Я рад вас видеть. Я рада вас видеть. Естественно, вы у нас королева стабильности, потому что всегда, когда мы задаем Насте вопрос, а что у нас происходит с ценами, ну, чаще всего мы в ответ слышим… Все стабильно. Сегодня то же самое? Отлично. Тогда давайте расскажем, что почем, напомним цены, потому что за неделю столько произошло, что я не помню, завтракал я или нет, а тут цены. Филе куриное – 160, цыплята – 100, филе малое, или бананчики на них еще говорят – 165, крыло обрезное – 97, бедрышки – 125, четвертушечка – 90, окорочок – 110. Потрошка – 70, желудочек, домашние цыплята – 180 за килограмм, печеночка – 100, сердечки – 110, ножки – 90, филе бедра – 175, курочка домашняя – 110, обычная тушечка – 90, фарш с куриного бедра – 150, фарш с филе – 160, фарш индюшины – 165, тушечка уточки – 155 за килограмм, филе утиное – 350 за килограмм, ножки утиные – 250. за килограмм, индюшатина – бедро – 215, есть и маленькие, и побольше, потому что тушка сейчас маленькая идет, 9-килограммовая, то есть бедро где-то 800 грамм сейчас есть. Можно выбрать? Можно, можно выбрать. Филе индюшинное – 230, голень развернутая – 150, голень целая и крылышко – 135 за килограмм, суповой набор – 35 и 105, куриный суповой набор – 35, колбаски – 210 за килограмм, индюшка с курочкой. Вроде все. Слушайте, ну супер, на самом деле все быстро, профессионально. Ну и давайте напомним нашим зрителям, что вся вот эта продукция, она не приходит в разобранном виде, это у вас приходит в виде тушек, и вы здесь уже разбираете вот этими руками, да, все хранится в холодильнике, друзья, и, собственно, по необходимости вы разбираете. Да, да. Сейчас уже, как видите, где-то есть пустые позиции, сейчас мы все подрежем. Ну, понятно, это же как бы рынок, у вас приходят люди, я и так стоял полчаса, пока вы отпустили очередь. Вы работаете каждый день? Кроме понедельника, да. Настенька, кроме вас спасибо. Пожалуйста. До свидания. Леночка, здравствуйте. Здравствуйте. Вот я обычно вас представляю, награждаю титулами различными. Сегодня, знаете, вот просто смотрю на вас, вот солнышко, вот прям вам так солнышко светит, вот такая шикарная погода, и просто вот, как сказать, наше солнышко. Леночка, здравствуйте. Да, здравствуйте. Послушайте, ну на самом деле у вас шикарная продукция, очень полезная продукция, мы все ее очень-очень любим. И мы вас еще любим за то, что вы, конечно же, у нас вкладе знаний, и вы всегда нам, каждый раз, вот сколько мы с вами уже общаемся, из выпуска в выпуск, вы все равно что-то новое, интересное рассказываете. И я говорю, что у вас всегда есть козырь в рукаве. Припослили вы нам сегодня какую-то интересную историю? Да, мне очень понравилось, что у меня столько много хороших комментариев было в прошлый раз, потому что всем понравилась программа. И я сегодня тоже подготовила, очень интересно. Я никогда не рассказывала, я рассказывала, как мы проверяли на качество меда дома, в домашних условиях, поджигали там на хлеб, на то, на сено, на крахмал, на йод. А как же все-таки проверяют мед, сегодня расскажу, когда его, например, в лабораториях, когда его на экспорт пересылают. Вот я расскажу самые основные анализы, какие делать. Расскажите. Основным показателем вообще качества меда является диастазное число. Что это такое? Это фермент, который попадает, вообще в меде очень много ферментов. Этот фермент, который отвечает за то, что переработка сахаров. И этот фермент попадает в мед от пчелы. То есть, когда пчелка посещает цветочки, она собирает нектар. Собирает его в зобик, в желудочек и летит с этим нектаром в улин. Пока месь она летит, со слюных желез выделяется в этот нектар вот этот фермент диастаза. Она прилетает в этот улин и выкладывает этот нектар в ячеечки. Но этого недостаточно, потому что в нектаре, я уже рассказывала, содержится 80% влаги. И для того, чтобы из этого нектара сделать мед, пчеле необходимо разным пчелам, ни одной поработать над этим, в течение недели-двух, они переносят этот нектар из одной ячеечки в другую ячеечку, перекладывая ее с одной в другую. И каждый раз, набирая свой нектар в зобик, она смешивается со своей целюной и диастаза увеличивается. И чем чаще они ее берут, тем повышается диастаза. В норме диастаза должна быть в меде от 8 единиц. Чем темнее мед, тем в нем диастаза выше. Например, у гречаного меда диастазное число будет 40. Что же дает эта диастаза? Самое низкое у меда, кстати, белая акация. И я вот пришла к выводу, значит, просто мед белой акации, нектар у него более густой, как я и рассказывала, поэтому мед такой вот плотный, что я переворачиваю эти банки, он не вываливается, а пчелы его меньше обрабатывают своим ферментами, потому что мед изначально густой. У гречаного меда, видимо, этот нектар совсем жиденький, там много влаги, и поэтому его чаще они с ячейки в ячейку перекладывают. То есть, что вы знаете, что делать, они как бы компенсируют. Да, они вот из нектара, когда делают мед, вот они вот таким образом, и диастаза увеличивается. Но диастаза – это тот фермент, который очень сильно чувствительный на тепло. И вот как проверяется на качество меда, растопленный мед или не растопленный. Если диастазное число полностью отсутствует, значит, этот мед уже был растопленный. Если у гречаного меда должно быть 40, а там будет 5-10, значит, этот мед все равно какой-то термической обработке подвергался. Если диастаза еще может падать со временем, если мед старый, у него диастазное число тоже будет пропадать. И диастазное число показывает, мед это или не мед. Потому что если просто переработать, сварить из какого-то сиропа, просто сахарного сварить, как типа мед, вот как цыгане раньше продавали, то там не будет диастазного числа никакого. Я цыганского золота слышал, цыганский мед ни разу не слышал. Да нет, слушайте. Ой, это было в 90-е годы. Да, да, они ходили, покупали у нас по ним, ну, по чуть-чуть меда и сверху мазали. Все его помнят, этот мед, и там вообще... Ну, слава богу, мы не попадали никогда на такой... А нет, они и сейчас, кстати, ходят. Мед западной Украины бутлями по дворам разносит. Ага, понятно. Было такое. И вот таким образом диастазное число – это очень такой вот важный анализ. Это самый важный. Второй важный анализ, который появился совсем недавно, когда начали переправлять мед за границу, это мед на антибиотик. Вот откуда вот мед, в меде появляются антибиотики. Интересно. Да. И вот даже вот как там реклама в интернете – продаю мед там без антибиотика, мед без антибиотика. Вот откуда появляется антибиотик в меду? Это не как консервант тут идет, потому что многие думают, что это как консервант, да, забейший мед мед. Нет. Пчелы болеют. Пчелы болеют разными заболеваниями. Это и гнельцовые, ну, бактериями вызванные, это и этими грибковые заболеваниями. И паразиты на них очень много разных особых. Самое главное – это их враг, это клетч-воротоз. И пчеловоды лечат их антибиотиками. В принципе, этого делать не надо, особенно в летний период. Мой муж, ну, так как у нас большая пасека, я говорю, Олег, а вот что ты делаешь? А он говорит, ну, я просто эту семью просто уничтожаю. Да. То есть ее нужно изолировать и уничтожить? Лучше изолировать и сжечь ее, обработать вот этой паяльной лампой, обработать улик, чтобы он был чистый. Не пошло дальше, я понял, да. Ну, а как делается? Можно купить хорошие препараты, которые именно действуют на пчел и, ну, какой-то так, более щадящего действия. Вообще как? Покупалось раньше, в советское время, в обычной аптеке левомицетин, стрептомицин, грибковые лечили трихополом. Вот то, что трихопол такой знаменитый. Трихополом лечили. Разводят это все в сахарном сиропе и наливают в кормушечку. А так как пчелы все это, они, конечно, его набирают. Этим самым они лечатся и переносят опять туда же к меду, к своему. И вот таким образом антибиотик попадает в мед. Вот это тоже очень важный процесс. Потом человек покупает этот мед с антибиотиком, и у него начинаются дисбактериозы, еще какие-то проблемы. Потом у него, когда он уже заболевает, ему назначают антибиотик, а антибиотик уже на него не действует, потому что он уже наелся его кучу. Вот таким вот образом. Вот эти два таких самых основных анализа. В общем, еще раз я делаю вывод, что любую продукцию нужно покупать у проверенных людей. Да. Потому что никто такой глубокий лабораторный анализ точно делать не будет. Но это нужно делать только по требованию, да. Ну, например, вот купил мед где-нибудь на базаре, да, и отнести в лабораторию. Но я же думаю, что еще не вся, не каждая лаборатория сделает такой анализ. Ну, я не знаю, как, наша лаборатория делает анализы, у меня постоянно проверяют мед, и, ну, меня не знают, что... Ну, хорошо, вы работаете на рынке, а вот вы говорите, как по дворам носят, ну, там вообще что-то, чтобы потом... Да, там, конечно, это стрёмненько покупать. Или где-нибудь на улице люди стоят, ну, вроде как понятно, вроде смотрят... Ну, может, это будет и мед, но, может быть, этот мед будет действительно растопленный, там нету того диастазы, и, а может, там антибиотик. Ну, сейчас вы даже меня больше антибиотиками испугали, чем диастазы. Да, а это очень, вот, вот, те пчеловоды знают, которые сдавали, вот сейчас же два года мед, люди все сидят на меде, никто никуда этот мед не девается, поэтому его очень много. Мне так кажется, что наш новый рынок, приходите, люди, к нам, у нас столько тут меда, по-моему, больше, чем на приводь, на каждом углу есть мед. Потому что, действительно, некуда девать этот мед. И все идет на рынок сюда, к нам, и... А за границу, да, они очень проверяют на антибиотик, первое, что проверяют, антибиотик. Диастаза, как диастаза, она их не колышет, они сами там нагревают этот мед, но вот антибиотик, да, там строго. Ну, да, да. Блин, ну, как обычно, как обычно, мега полезно, правда. Давайте традиционно напомним цены, хотя я знаю, что они у вас десятилетиями, можно сказать, не меняются, но, тем не менее, Тем не менее, давайте напомним, начнем вот отсюда. Давайте. Мед белая акации, 200 гривен, пол-литровая баночка. Солнышко мое. Липовый мед, 180 гривен, майский мед, 150, пол-литра, все цветочные по 100 гривен, трехлитровый бутыль 500 гречаный, мед 200 гривен, пол-литровая баночка. Да, беру грех на душу, топлю мед, но мы топим его аккуратно, стараемся, чтобы диастаза оставалась. Да, потому что диастаза разрушается выше 40 градусов, да, диастаза уже не будет. Но диастаза, я же сказала, фермент, который помогает и пчелиному организму, и нашему перерабатывать разные виды сахаров. Перга, 180 гривен, 100 грамм. Настойки мои, настойка прополиса, 150, сам прополис 50 гривен. Огневка, подмор. И подмор уже есть, и огневка, 120, подмор 100 гривен, забрус 120, и пыльца 35 гривен 100 грамм. И свечи из натурального воска, и, собственно, сам натуральный воск тоже у вас есть. Да, в следующий раз расскажу, давно про воск не рассказывала. Да, да, да. Что классная вещь, я себе сделала крем, идеально получился. Что надо делать и пользоваться. Имея все это, конечно, можно все самому делать. Да, так что в следующий раз расскажу. Леночка, ну и вам можно звонить, заказывать, вы отправляете по всей Украине. Да. Говорите номер телефона. 095-84-72-150. Огромное спасибо, очень полезная информация. До свидания. Спасибо, спасибо, пока. Оленька, здравствуйте. Доброго дня. Наконец-то, наконец-то мы продолжаем наш традиционный ритуал. Окракоклок. Сегодня он у вас есть. Так. Запаслись, да? Запаслась, да. Джермен, знаете, сколько было охотчик разрезать? Я скажу, нет, товарищи. Секундочку. Секундочку. У нас план. Да, да, да. Ну что, давайте не меняем традиции и начинаем. Да, будь ласка. Видите, какая красота. Ой, вообще огонь и гонючка. Круто. Какой он внутри сочный. Классно. Соковитый. Гарный, свеженький. Ароматный, неимоверный аромат. Аромат, да, аж домой надо ходить. Так. Могу гадать цену с первого раза? Так. Слушайте, ну я пока к вам дошел, если вы здесь вот как-то в этой части прилавка вы немножко подразпродались. Да, бывает. Бывает, да? Бывает, так. Вот этого сала у вас нету, да? Сьогодні нема цього сала. Ну, я скажу честно, на цей неделе его взагалі не было. Ага, вот так. Бачите, тою неделю у нас не было окрака, а цей неделю у нас не было такое сало. Я думаю, наступного тижня мы трошки подкоректуем. Наступного тижня солонины не будет? Вот все продайте, все продайте. Нет, точно будет. Будет, да? А откуда вы знаете? Сейчас налетят на нее. Я думаю, что это точно будет. Солонинка у нас сегодня очень хорошая. Есть больше мясная, есть больше солная. На будь-який смак цена ее 330 гривен за килограмм, так как и была. Сало солоне у нас 280 гривен за килограмм. Дуже мягенькая. Шкуринка, бачите, такая золотая. Классно, нормальное, якісное и довольно смачное сало 280 гривен за килограмм. Трешки одесской кухни еще у нас есть сегодня в асортименте. Куряча шийка фарширована 250 гривен за килограмм. Один такой колобочок биле 100 гривен. Крайне редко, когда 110 гривен, если вы видите, что это очень большая. Рибка фарширована. Это пахнет. Да, в этом складе у нас сюда карпищучка 450 гривен за килограмм. Також свеженькая лишь привезли. Є трешки шеваренного почеревка з чесночком і з перцем 330 гривен за килограмм. Дуже классно. До речі, і мягенький, і чесночок там. Це як треба. Колбаска в асортименті сьогодні у нас є. Свинина сільська, свинина рублена, свинина звивяданою 360 гривен за килограмм. Свинину рублену розріжу, вона буває у нас крайне рідко. Чтоб розуміли, свинина рублена і сільська різниця в тому, що ця більш сухіша і більш викопчена. Ця буде трішки суковитіша. 360 гривень. Криєчка копченна, свинина, 370 гривень кілограмм. Батаю увагу, це ошиєк. Така саме ціна, 370 гривень кілограмм. Качалочки копчені, ще їх називають яблучко, вирізка, мишца, хто як. Це 360 гривень за килограмм. Це вирізка з нашого чудового окорку, який ми перед цим розрізали. Але принцип приготування у нього копчений. В залежності від окорок, окорок у нас варенопечений. Далі у нас шия печена в рукаві, 380 гривень за кілограмм. Шия у нас свинина. Баличок запечений в рукаві без спеці, 370 гривень за кілограмм. Рулетик куринний, курячий, 340 гривень за кілограмм. Тут у нас є і бедро, і грудинка. Рулет свини, 360 гривень за кілограмм. Це свини почеревок, вивернутий билет запечений з чесночком і з перцем. Ребра 280 гривень за кілограмм. Почеревок копчений, 350 гривень за кілограмм. Есть альтернатива 360 гривен за килограмм печеного, покажу, будь ласка, тоже дуже гарный, свеженький и довольно мясный. Это тоже почеревок или это щеки? Нет, нет, это грудина, сейчас почеревина, для копчения они нарисовываются такими полосками, а печеный, вот как взяли с корисяти, так его и запекли, а потом мы его соби шмотаем. Далее у нас варенокопченні ковбаси в ассортименте сировелад свини, сировелад говяжий, ковбас, киевская ковбаска 430 гривен за килограмм, мисливский сировелад и сировелад королевский 450 гривен за килограмм. Тут у склада у нас свинина с говядом, а тут у склада у нас говядинка. Сировялине мясо сегодня в ассортименте, еще трешки у нас есть. Пилеечка говяжий 600 гривен, белочок говяжий 600 гривен, белочок свинин також 600 гривен. Тут у нас сировялині сирокопчені ковбаси, ціна їх від 770 гривен за килограмм. Бастурма у нас 750 гривен за килограмм, дуже класно, свіженька, мягненька і ароматна. Різниця у спеціях, бачите тут більш темніше спеція, там розовіше спеція. 750 гривен за килограмм. Є у нас різноманіття зельців, це свини 300 гривен за килограмм. Тут у нас щоки, тут у нас голова, свині, але дуже смачний. Якщо трошки гірчички додати, я думаю, що буде ще смачніше. Язиковий, 380 гривен за килограмм. Нагадую, тут говяжі язики, це не свинячі язики. Буває, питають, чого так. Це все таке дієтический, да? Так, так, так. Там є чесничок, але якщо ви бажаєте більше чесничка, ви можете собі за смаком додати. Кровяночка печена, кровяночка варена, у нас 180 гривен за килограмм. Різниця між кільцем і такою кругленькою в тому, що тут більше печінки, вона більш перчена, а тут менше печіночки і вона не буде така перчена, як ця. Печенковий паштет у нас є, будь ласка, 200 гривень за килограмм. За складом тут у нас свинина і говядина. Я маю вазі печінку. І також є ще такий в клубочках, він запікається, він буде менш жирніший. І сніданкове меню, я б так сказала, пікарська колбаса, будь ласка, любительська колбаса, будь ласка, дуже класні бутерброди на сніданок, яєшня. Я думаю, буде найкраща, найсмачніша. Ціна таких колбас у нас 370 гривень за килограмм. Є така, вообще, люкс, я б сказала, 450 гривень за килограмм. Це шинка. Телятина за складом. Сосиски. Дитячі, телячі, 400 гривень за килограмм. Дитячі, індичі, 450 гривень за килограмм. Серделечки у нас є телячі без сирок і телячі з сиром. Теж дуже смачні, свіженькі і класні. Ну, і ще у вас є домашні пельмені, вареники, да? Так, вареники, пельмені, налистники і голубці. Голубці коштують 300 гривень за килограмм, пельмені, говядина 300, свинина з говядину 290, свинина 280 і курка 250 гривень за килограмм. Вареники з картоплою 180, з капустою 190, з творогом з вишнями по 200 гривень за килограмм. Налистники 370, свинина 350, курка і солодкий сир з роззинками 350 гривень за килограмм. Ну, ви нам практично все розказали, крім ціни на мисливські ковбаски. О, я забула. От бачите, нема вашого кориша. Я забула. А я-то помню, я бдю. Ціна. Ціна 500 гривень за килограмм таких чудових мисливських ковбасок. Оля, ви роботите кожний день? Ми працюємо кожного дня. Понедельник в тому числі? Понеділок в тому рахунку, так. Вам можна звонити, заказывати, ви відправляєте. Будь ласка. Я стою, вон там вакууматор стоїть, то есть все вакуумірується. Так, так, так. Говорите номер телефона. 095 17 127 18. Огромного спасиба. Я вам вдячна, до побачення, гарного дня. Обзор цен на куриные яйца на новом ринке. Друзі, я традиційно показываю одну і ту ж торгову точку. Ви всегда можете отследити динамику цен. Просто посмотреть, скільки яйця стоили неделю назад, місяць і даже год. В общем-то, все видно. Ціна за десяток. А ми йдем далі. Наташенька, здравствуйте. Здравствуйте. Я смотрю, молочні продукти пользуються сьогодні спроцом. Да, сьогодні, слава Богу. Вроде ще і не поздно. А я смотрю, ви вже блинчики все продали. Передо мною жінчина все забрала. І якби і здесь у вас по брынзі, можна сказати, що так легкий дефіцит. Люди перешли на молочко. Все хотят перед летом якось це потеплело. І все решили на діету сесть. Просто люди с утра сьогодні. Обычно попозже народ ходи. А це сьогодні чмусь с утра. Можна спешат. Отлично. Давайте расскажем, що ще осталось і почем? Давайте. Творожок жирненький 160-170. Нежирного нету, 100 гривень був. Топленый 220, брынзочка коровка 170, овечка молодая 240, выстоянная 250. Масліце домашне? Масліце 400 гривень. Яйця 75 гривень десяток, перепелиная 60 коровочка. Молочко 40 гривень литр. Есть сметана 150 литр. Сливочка 220. Ряженка 50 гривень, полулитрова баночка. Масло топленое 300 гривень баночка. Вы работаете каждый день? Вам можна звонить, заказывать. Ви не отправляєте по Україні, но по Одесі ви отправляєте такси доставки. І так же одесіто можуть здесь забрать. Говорите номер телефона. 097-439-749-5, Наталья. Наталья, огромное вам спасибо, до свидания. И вам спасибо, до свидания. А это информация для моих зрителей, предпринимателей, для тех, кто хочет начать бизнес на новом рынке. Сейчас на экране вы видите номер телефона. Это телефон отдела аренды рынка. Звоните по этому номеру, узнавайте о наличии свободных мест, приезжайте на рынок, смотрите, выбирайте, договаривайтесь и начинайте бизнес. Сейчас на рынке очень хорошие условия для старта, но если вы скажете пароль, я от Сан Саныча, условия будут супер хорошие. Итак, еще раз. Звоните, приезжайте, смотрите, выбирайте и начинайте зарабатывать. Все, что мы хотели узнать в корпусе, мы узнали. И сейчас пойдем на улицу и будем узнавать цены дальше. Мы вышли на улицу и будем узнавать. Галочка, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Цены на овощи, фрукты, ягоды. Какая красота. Как я всегда люблю просто постоять и посмотреть, как у вас красиво. Вы что-то знаете, вы умеете красиво выкладывать. Конечно, конечно. Та же работа. Что с ценами? Цены те же самые, что и на прошлой неделе были. Ничего особо не поменялось, да? Так же. Молдова виноград есть, друзья, смотрите. Да, да. Вот такой крупненький, что был на прошлой. Уже крупненького нету, привезли в такой среднем. Меньше 120. Да, тоже цена хорошая, можно брать. Так, яблочки. Яблочки также 35 и 45 крупненькие. По мандаринам. Вот такая мандаринка измерская 85. Есть вот такая турецкая, тоже вкусная, сладкая по 80. Игрушка на пятерку подскочила. Была 60, стало 65. 85 и крупненькая по 100. Ну, это все сейчас на хранение в холодильнике. Это все же прекрасно понимаете, а хранение стоит денег. Да, свинница. Лаймики 25, есть крупнее по 30. Авокадо королевское 80, обычное 60. Ананасики королевские 250 за штучку. Помылка 100 за килограмм. Есть красненькая, внутри есть желтая. Гранат. Гранатик 150. Лимончик 100. Есть по 80, мельче. Вижу, вижу киви там. Киви обычные 130, киви королевские 350. Клубничка 400 за килограмм. Клубничка 400 за килограмм. Да, была 450, стала 400. Голубичка 750. Кумкват 500. Шарончики подорожали. Вот эти крупненькие приехали по 300. И те средненькие, да, продаем 280. Старый завоз. Виноград такой почем? Виноградик 250. Такой белый, красненький. Почем бэби-бананы? Бэби-бананы 150 килограммчик. Обычные бананы по 80. Имбирчик 250. Появилась вот такая игрушка-конференция. Она привозная. 120 за килограмм. Хурма 120, я смотрю, да? Да, да, хурма 120. Апельсины Испания 150. Апельсин Египет по 100. Айва 130 за килограммчик. Вот за эти апельсины я вам рассказывала. Это апельсины с гранаткой. Есть апельсины с грейкой. Есть апельсинка с гранаткой. А какой он на вкус? Сладенький вкусный. Сладенький, да? Да, 130 и 100. Все, возьмем, попробуем. Да. Сколько на килограмм где примерно? Штук 5. Штук 5, отлично. 4-5, какие выберем, да. Слива 200, вяленая 150, копченая. Орешки 50, баночка 200 килограммчик. Тыквочка 35 за килограмм. Узварщик 40, коробочки также 100 и 150. Вот такие у нас есть манго с маракуйей. Ага, добавились. Так, у вас и соление. Да, помидорки наши, да, 80, огурчики 100, капусточка 60. По ридичкам, вот такая ридичка 100, дайкон, она импортная. Арбузные 80 и черные по 60. Картошечка 150, сеточка 30 за килограмм. Фиолетовая капуста 60, пекиночка 50. По капусте обычная капуста 20, борщевой набор весь по 30. Борщевой набор это имеется в виду и морковка. Морковка, буряк, картошка и лук, все по 30. Зеленушка по 15. Бататик 150 за килограмм. Корень сельдерея 80. Чесночок 150 и местный импортный. Салатный лук 150. Корень петрушки 20 за 100 грамм. А такой лук? Такой лучок 60. Молодая капуста подешевела. Была 150, стала 120. Сказать, налетай, подешевела. Да. Кабачочки 120, баклажанчики 150. По перцам. По перцам. Фаршировочные 150, капи 150, большие 170. Появились у нас помидорки местные. Никадочка уманьская появилась. Есть она мелкая 250, есть крупные 270, есть на веточке она 280. Черри испанские по 400. Огурчики почему? Огурчики турецкие 120, гладенькие уманьские 150 и домашние 270, колючий. Редисочка 60, пучочек. Так, что здесь? Брюсселька 50, упаковочка. Микса 60, коробочка. Айсберг 100 штучка. Селера 150 килограмм. Цветная и импортная, брокколи импортная. Местных уже нету. 160 и 180. По грибочкам обычные по 100. Мелкие 120, коричневые 110, вешенка 130. Масло домашнее есть сырая, есть жареная семечка 40 за пол-литра, 80 литр. 120. Яйца 60, подешевели. Подешевели яйца. Да, потеплело, хорошо несутся и цена пошла вниз. Вы работаете каждый день здесь, да? Да, без выходных. Вам можно звонить, заказывать? Конечно. Говорите номер телефона. 098-564-7512. Огромное вам спасибо. Хорошая торговля. До свидания. До свидания. Здравствуйте. Слушай, ну у тебя вот так все красиво. Вот я так стою, знаешь, вот любуюсь, смотрю вот на буйство красок, можно так сказать. Ассортимент какой у тебя? У тебя орехи. Да. У тебя разные виды орехов. Какие хочешь? Да, то, что есть орех, все виды есть. То есть можно любой орех назвать, он у тебя есть, да? Если нет, то ты его достанешь. Конечно. Дальше. У тебя очень много сухофруктов, различных кураги. Прям кураги у тебя много видов. Это именно наша узбекска. А какая из них вот самая, ну как бы, лучшая? Или нельзя сказать, что самая, она каждая по-своему интересна, да? Да, да, каждая по-своему интересна. Ну вот, ну есть немножко отборная вот эта узбекска. Это тоже хорошее, вот из этих вот хорошее. Какая цена вот самая такая вот? Ну вот эти по 400 гривен. За килограмм? Ну вот такие тоже есть хорошие, ну чуть-чуть мелкий сорт, тоже сладкие, хорошие. А есть вот такое чуть-чуть кисло-сладкое. Кто такой нравится? Какая нравится кому, да? Да, вот такое есть мелкое, тоже кисло-сладкое, тоже узбекска. Ну тут 250, а эти по 300. То есть от 250 и до 400. Так, хорошо, изюм. Изюм тоже наш, все узбекское. Ага. От крайне именно узбекское хорошее. Потом идет Италия. Какая цена, сразу говори. Это 140 кило, вторая идет 160, светлая 180, синяя это вяленая 250. Это дамоск и палочек крупный сорт, 300, а черный 30-50. Все без коста. Финики? Финики есть по 100 гривен, есть вот такой 180, есть 150, инжирчик есть шикарный. Это 400 кило. Инжирчик? Турция. Турция. И финик тоже сухой, по 100 гривен кило. Так, а вот что здесь сверху? Это сукаты разные ассорты, потом идет киви, цена 250 гривен кило, есть вишня вяленая 350, это памело тоже 350, клюква вяленая тоже 350. Ну и давай на некоторые орехи назовем цены, понятно, что все мы не расскажем, фисташка допустим, наверное самый популярный, да, орех фисташек? Да, это самый популярный, 550 кило эти, ну есть чуть дешевле по 500 гривен. А чем она отличается, размером или что? Размер и в качестве в основном. Ну и вкус, да, я так понимаю? Да, вкус, это самый хороший отборный. Кишу есть сырая, 400 гривен кило, миндальчик тоже сырая, 400 гривен кило. Жареная есть? Есть жареная, вот в верхнем полке все жареное. Ага, то есть а цена отличается или нет? Жареная 450, сырой 400 кило. Так, хорошо. Есть еще такой интересный смесь наш, ну, фундук, миндаль, кишу. Сколько такая смесь стоит? 200 гривен коробочка. Это коробочка. А вот что это за семечки сверху? Это? Да. Это фисташка чищенная. А, фисташка чищенная, ух ты, класс. Это сырая, несоленая. Почему фисташка чищенная? Чищенная, получается, 100 грамм, ну, килограммчик 1000 гривен идет. А пекан? Пекан тоже самое сырая, 1000 гривен кило. А вот этот вот так, вот в чем это, в глазурь, вот этот тоже вкусный штучек? Это, да, это тоже. Это миндаль или что? Сахара, да. Ага. Почем он? Это 400 кило. Ну, и кроме этого, у тебя есть различные масла, конфеты. Кстати, есть вот... Пахлава. Пахлава, скажем так, восточные сладости, да? Да. Так, и давай выйдем на улицу, потому что у тебя там есть специи. Кое-чего интересное. Да, кое-чего интересное, то, что мы очень любим. Да. Ну, это тоже, естественно, наши узбекские специи, все наборы. Ага, это узбекские, да? Да. Так, ну, есть все, я думаю, что тут, наверное, сейчас перечислять смысла нету. Ну, и важно, что ты, можно взять моновкусы, и также ты делаешь различные, вот уже, у тебя это готовое, да? Это универсальное, но можно там пойти и сказать, мне, например, на баранину, да, на шашлык, ты выберешь, сделаешь для баранины. Сделаешь для свинины, для говядины, для чего угодно. Да. По чем специи? Ну, вот в этом наборе, например, 50 гривен 100 грамм. Ага. То есть, если сделать микс, скажем так. Да, 100 грамм 50 гривен уходит. Ага. Что там еще? Ну, там травы разные, тоже там 50, 30, 35, вот такое разное. Ну, корица есть, палочка, пакетик на 30 гривен. Ага. Мускат есть, это душистый перец, паприка копченая. Ну, это все по 30 гривен пакетики. Ага. Есть черный перец, есть молотый. Ну, специи такое, что лучше взять по чуть-чуть, да, лучше чаще брать, чем набрать много. Да. Четко что-то готовите, под это приходите, берите, вам ребята сделают свежее. Да. И берите то количество, которое используете. Это мой совет, потому что он потом лежит непонятно и чаще всего выкидывается. А не хочется выкидывать продукты. Да. Тебе можно звонить, заказывать, ты отправишь по Украине? Конечно. Говори номер телефона. 098 208 78 22. На этом номере есть телеграмм, есть вайбер, есть ватсап, можно писать. То есть можно писать, можно звонить, как угодно. Спасибо за информацию. Спасибо огромного. Да, хорошего торговли. До свидания. Всего доброго. Светочка, здравствуйте. Здравствуйте. Вас приветствует магазин «Сельский птах». Ух ты. Ну, тут да. Тут у вас такие наглядные пособия на стенах. Мы верим в то, что это сельский птах. Хотя у вас не только птахи, у вас еще и кроли. Да, и перепелки. И перепелки. Утки. Давайте подробнее сейчас расскажем, покажем, что есть. В конце мы возьмем номер телефона по двум причинам. Первая причина – все желающие могут звонить и заказывать. Могут. Вторая причина – я обращаюсь к моим зрителям. Мне писали в комментариях, не в комментариях, а в личные сообщения в Инстаграм, что не могут вас найти. Вы находитесь… Эта улица на Новом рынке называется «Стометровка». От того, что она ровно 100 метров. Вот отсюда это название. Никаких других вариантов нет. Но я еще беру номер телефона у продавцов для того, чтобы, если вы не можете его найти, то просто позвонили, спросили. А как же вас найти? Выведите меня, приведите, встретите. Вы ведите откуда угодно, с любой улицы. Потому что, собственно, Новый рынок – это периметр четырех улиц. И много входов здесь. И выходов тоже. Я даже сейчас задумался, сколько входов. Я не знаю, надо посчитать, кстати. Кто знает на вскидку, сколько входов и выходов в Новый рынок, уже напишите, а я потом обязательно проверю. Так вот, мы возьмем номер телефона в конце. А сейчас расскажите, что у вас есть. Есть бройлер, есть бульонная курочка, цыплятки есть, разделка. Это все домашняя? Это все домашняя продукция. У нас сельское частное хозяйство. Это все продукция домашняя. Сегодня осталось только четверть, но и крыло бывает. Филе с домашнего бройлера. Уточка. Кролинная печень. Утиная ножка. Утиное филе. Я знаю, что у вас же крыли бывают целиком. Сегодня их нет. Да, их разобрали. Качка только один вид у вас сегодня? Сегодня два вида. Два вида. Барты индоутка, да. Бывает трех. Бывает трех. Пекинка бывает. А то, что я брал завакуумированную, это какая была? Это пекинка. Это пекинка. Да, это бройлерная утка. Она очень быстро готовится. Да, да, да. То есть эти були дольше готовятся и дольше их мариновать нужно. Ну, их лучше запекать. Да, их запекать, конечно. Вот цыплята, их больше тоже делать как бы либо тапака, либо на гриле, в духовке. То есть бульон только для деток, потому что он как бы нежирный идет. Ну, бульон взять вот курочку или петухи у вас бывают тоже. Да. Надо заказывать. Вижу, сейчас петухов нет. Так, это разборка из бройлера, да? Да, это тоже домашний бройлер. Идут крыло без третьей фаланги, пулька, два вида фарша, филейный, филе бедра, окорок, филе бедра без кости и без шкуры и филейка. То есть филе тоже идет двух видов, более жестче и более мягче. То есть двух видов бройлера. Ну и, конечно, яичко у нас домашнее есть крупное по 65, перепелиное по 50. И молотка по 55. Ну и из такого там спинки осталось сегодня только индишинное крыло. Бедро и филе как бы сегодня разобрали. Чищенные лапы куриные. У кого не хватает коллагена, либо же болят суставы, очень полезно употреблять в пищу. Бульон, да? Да, бульон, можно жарить, можно варить, можно во фритюре. И печенка утиная, ой, утиная, господи, куриная, прошу прощения. Да, вот. Ну и сердечко. В общем, вот на данный момент такой ассортимент, но будем расширяться. Будем, все для мангала у нас будет, будут домашние полуфабрикаты. Это в ближайшем будущем, в течение двух недель будут уже, да. Класс, ну мы к вам регулярно заходим, поэтому мы будем за этим следить. Хорошо, да давайте скажем номер телефона, по которому можно звонить. Да, 067-565-1624. Все учу свой номер, никак не выучу. Хорошо, что он по периметру написан, да, есть подсказки. Света, огромное вам спасибо. И вам спасибо, хорошего вам дня. Юлия, здравствуйте. Здравствуйте. Рад вас видеть. Взаимно. Все зеленое, все красивое, свежее. Да, весна. На самом деле очень-очень тепло. Я прям сегодня вообще по-легкому так оделся, но думаю, ну как-то уже как-то надо встречать весну и забывать за зиму. Юля, что у нас происходит с ценами на зелень? Давайте я вам расскажу. Давайте вы нам расскажете. Шпинатик и щавелек по 30 гривен за пучок. Ага. Также рукава тоже 30 гривен пучок. Вот такая, вот такая. Кинзочка домашняя 20 гривен пучок. Лучок, укропчик и петрушечка по 15. Вес. Так, вот эти все салатики, вот они идут кустами. Рамен 30 гривен 100 грамм. Фризе вот такое тоже 30 гривен 100 грамм. Ледяной 40 гривен 100 грамм. Это наш местный. Бионда вот такая, биондочка 30 гривен 100 грамм. Лова-Роса 350. Обычный салатик, вот он, 30 гривен. Вот такой. Пучок, да? Пучок, пучок, да. Айсберг 180. Базилик написано. Базилик вот есть, еще два пучка осталось. По 30 гривен пучок. Мята тоже, да? Мята тоже 30 гривен. Ага. Сейчас я покажу. Так, у вас есть авокадо есть шикарный такой. Такая мятка. Да, авокадо. 65 и 85 хас. Что здесь? Розмарин и тимьян по 20 гривен за пучок. Угу. Так, помидорка. Вот такая черри 140. Оранжевая 160. Огурчики 100 и 130. Уходим медленно. Такие огурчики. Чистое здоровье? Чистое здоровье. 150 гривен килограмм. За килограмм. Перчик 150 гривен килограмм. Я смотрю, у вас с этой стороны есть очень много микрогрина. Да. Почем микрогрин? Да. 30 гривен и то, и то. Микрогрин почем? 60 гривен любая коробка. А какие что есть? Редисочка, вот микс. Обычная редиска. Травка для котиков. Подсолнух. Так, этот горошек. И брокколи. Вот это брокколи. По чем такой перец? Порей 150 гривен килограмм. Вы работаете каждый день? Кроме понедельника. Кроме понедельника. Вам можно звонить, заказывать? Можно. Говорите номер телефона. 096-810-1047. Хорошо на торговле. Спасибо. Лилечка, здравствуйте. Здравствуйте. Вы в делах, в заботах. Да, потихонечку. Но у вас витрина, конечно, красивейшая. Стараемся. Это шедевр. Ой, слушайте, такая красивая у вас тыква, кабак. Прям класс. По чем кабак? 35 гривен килограмм. Скажите, а сорта, я смотрю, они отличаются по вкусу? Вот такой длинный, круглый? Да. Да? Ромашка более сочная, сочная, сладкая. А вот эти более плотненькие. Вот, например, на запекание берут более плотный. Он немного сока не вает. А кто берут на сок, берут ромашку. Она выдавливает сок, там очень много сока. А это более плотненькие. Запекают, кушают, каши варят. Их же можно даже сырыми есть, разрезать и кушать. Ну да, спокойно. Это очень полезно. Я утром тоже пилила, он такой ароматный. Да, да, да. Аж слюна течет. Раз, отрезала кусочек и жую. Девки смеются, говорю, я вместо яблочка. Нет, это полезно, на самом деле, это можно кушать. Ну да, она же чистит. Многие люди просто давят соки, сырой сок пьют. Она же очень хорошо чистит печенку. Хорошо. Хорошо, тыква очень хорошая, полезная, вкусная. Помело по чем? 120 килограмм. 120, апельсинчик. Апельсинчик есть разные. И вот испанский, например, 140 гривен килограмм. Сицилийский, апельсин красный, 130 килограмм. Гранат апельсин, 140 килограмм. Тоже очень вкусный. Просто гранат? Просто гранат, 170 килограмм. А лимон по чем? А лимон 100 гривен, как и был. Лимон, так она и держится цена. Манго? Манго 350 штука. Колерованный авокадо, он же хас. Да, 80 штука. Тоже на штуке. Я говорю, килограмм, да. Грейпфрут 100 гривен килограмм. Грейпфрут 100 гривен килограмм. Грейпфрут 100, мандарины. Вот плотненькая, сладенькая, ароматненькая. Апельсин есть еще испанский, 130 гривен килограмм. Выбор есть. Есть. Я думаю, что нужно приходить и спрашивать, какой слаще, какой кислее. Ну да. То есть кто какой нравится. Сладкий, сладкий, то петиция идет, сильно сладкий. А вот лика идет, маленькая-маленькая кислиночка, но такой сочный. Вообще супер. Апельсина, смотрите, в разрезе. Тонюсенькая, прям шкурочка там. И вот требухи у нее очень мало. Да, то есть на сок классный. На сок, тут на сок, он сок льется прям с нее. Есть, правда, еще египетский апельсин. Он идет дешевле, 80 гривен килограмм. Ну, как вам сказать, очень вкусный, сладкий, но там чуть-чуть меньше сока в ней. Понятно, указывает свой вкус. Да, египетная всегда была чуть меньше сока. А чем груша? 90 гривен килограмм. Бароноябрьская, сладенькая вообще. Виноград. 260 гривен килограмм. Ну, что делать, такая цена. Да, ну, цена хорошая. Ну, виноград, вы посмотрите, какой виноград, реально. Вот даже вот сами возьмите и попробуйте. Нет, я не буду пробовать, я просто покажу нашим зрителям. Это киш-миш, а это кардинал, да? Это кардинальчик, да. Тоже отличный виноградик. О, красивый, крупненький, как слива. Да, да, реально крупный. Приходит, мужчина вчера взял, все, я пришел, слушай, виноград. Я ела, как будто яблоко ела, потому что я виноград ела. Я говорю, нет, виноград ели. Киеве почему? Есть голд 400 гривен килограмм. И обычный 120 гривен килограмм. Очень вкусный, что тот, что тот. Мандарины есть турецкие 100 гривен килограмм. Шарон, тоже страшно говорить, 250 гривен килограмм. Страшно, ему надо. Бананы. Бананы, да. А бананы 80 гривен килограмм. А эти прям как бэбики, да? Да. Ну, есть, как я говорю, есть взросленькие, мама и папа и их дети. Берем и такое, и такое. Яблочки. Яблочки Фуджи, Рихард, 45 гривен килограмм. И голден. Да. 40 гривен галла, Джина Голд 40 гривен и 35 гривен чемпион и семириночка. И ананасы остались? Ой, ананас 250 гривен, королевский, вообще огонь. Огонь. Супер ананас. Сладкий, ароматный, красивенный, очень вкусный. Я беру только королевский, обычный не беру. Скоро день влюбленных, друзья. Ну, да, да, можете приходить. Ананасики вообще красавцы. Все красивые. И хороший вес в нем, 2 килограмма, спокойный. Он хороший и большой. Многие приходят спрашивают, а почем ананасы? Я говорю, 250 гривен килограмм. Я говорю, нет, если бы был бы килограмм, то было бы 500. Это 250 гривен штука. Я говорю, ананасы обычно продают поштучно. А идет манго, авокадо и ананасы, все на штуке. Иногда еще лайм продают поштучно, да, из такого. Да, лайм тоже берут, но так себе. Экскурсивный товар это летом, обычно на мохито берут лайм. Да, да, да. А сейчас так. Сейчас тоже кто-то бывает. Например, между прочим. Лилечка, вы работаете каждый день? Каждый день. В понедельник в том числе? Обязательно. Вам можно звонить, заказывать? Можно. Вы по Одессе отправляете такси доставкой? Да. Пару раз отправляла. Улица Конная, рядом позвонили, заказали. Конная 22? Да. Да, девочки другие приходят, заказывают. И так же одесситы могут заказать, да, отложить что-то? Да, приходят, звонят, я наберусь, сложу кулички, не приходят, только рассчитываются, сразу забирают. И даже выносим до машины, помогаем, потому что люди сейчас быстренько сработают. Они хотят, да, в очереди стоять, да, экономить свое время. Мы им всем помогаем, рады всем покупателям, рады всем клиентам, всем покупателям, за то, что приходят. Дай Бог им здоровья, удачи, мира. Говорите номер телефона. 068-88-45-297. Благодаря вам я его выучила. Супер. Я никогда не вникала в номер телефона, есть, есть, а вот вы заставили его выучить. Как хорошо. Лилечка, огромное спасибо. Спасибо вам, здоровечка, вам удачи, мира. Взаимно. Пусть Бог помогает всегда вам во всем. Спасибо, до свидания. Вы людям очень много помогаете, люди все счастливы, что вы рядом с ними. Спасибо. И несмотря на то, что на улице сегодня очень-очень тепло, все равно мы приходим в ряд с оленями. Наташа, здравствуйте. Здравствуйте. Потому что тут всегда такие краски, такие вкусы, такие запахи, что пройти мимо невозможно. Ну и важно, вы же работаете круглый год, да? Ну, практически. Да. То есть просто там, наверное, на лето сохраняется, сохраняется. Все в морозильной камере все сохраняется, делаем только на два дня. Сохраняется немножко, да? Ну, чуть-чуть, да, конечно. Десь что-то заканчивается, десь что-то новенькое потом. Ну, такого большого выбора ли там нема, это точно. А что сейчас у вас происходит с ценами? Они как-то там, по сравнению с прошлой неделей, поменялись? Нет, цены прежние. Капусточка даже дешевле, мы уступаем. Ух ты, ну, давайте начнем, тогда расскажем. Поэтому салат витаминка 100 гривен, капусточка с яблочком 80, без яблочка можно 60. Как на привозе уже, как бы, равняется. Морковочка 150, сельдерей 250, салат микс 200, медовый огурчик такий 200, бочковый 120, 100 и 80. Такий можно 60 и 50, уступаем. Это маринованный огурчик тоже 200 гривен килограммчик. Для голубчиков тоненький вообще суперовый. 60 гривен килограммчик и листики тоже 60 гривен, можно 50, мы уже отборные. Спаржа 30 гривен 100 грамм, ушки 50 гривен 100 грамм, баклажанные роли свеженькие и с плавленым сирком 35 гривен 100 грамм, слива и с горшком 35 гривен 100 грамм, морковка и с домашним творожком 30 гривен 100 грамм, баклажаны ваджики огонек 20 гривен 100 грамм и перец сладкий медовый тоже 20 гривен 100 грамм. Помидорка ваджики остренькая, менее остренькая, 150 гривен килограммчик. Капуста такая 200 гривен килограмм и грибочки у нас 35 гривен 100 грамм, опята, ребята такие вообще супер-пупер. Да, и капусточка с бурячком и с куркумою 100 гривен килограмм, морская капуста 200 гривен килограмм, сладкая маринована помидорка 100 гривен и бочкова можно 100 гривен, вот слива 200 гривен килограмм, це маринована, баклажаны 200 и корочка 100 гривен баночка, шикарно, густенько, очень вкусно. Яблочко 120 гривен килограмм, аджичко 80 и маленько 60. Вот малинка ароматно, очень вкусно. Это просто перетертое сахаро, да? Да, да, не варено. 100 гривен пол-литровая баночка. Есть арбузик 80 гривен баночка, вышенька 50 гривен баночка и баклажанная икра 100 гривен баночка, маслица 70 гривен бутылочка. Я сейчас посмотрю, вот так хорошо сейчас видно вашу соседку, помашите рукой, вас видно. Помаши, потому что она такая вся в красненькой, она красная. Да, 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 у вас корпоративный стиль. Да, да. Да, все, да. Так, а масло, расскажите за масло. Масло 70 гривен бутылочка, це домашне, очищене, очень пахнюче вкусно. Это пахнюче, а есть не пахнюче? Не пахнюче, да, есть. А оно почем? Надо налить, тоже 70 гривен бутылочка. Но это домашне, настоящий? Да, це настоящий домашний, це правда. Что мы еще не рассказали? У вас очень много вот там сзади вот консервов, а у вас шикарный сок есть. Да, есть черри, 100 гривен баночка, очень вкусные. Прямо не такие аж сильно меленькие, а такие хорошие. Обычные, тоже не крупно такая. Обычные, вот они, да? Да, да. Это классные. То на развес, а це на баночку 100 гривен. Ага, можно и так, и так взять. Да, 100 гривен. Сок томатный, ну сок томатный, я сказала вам, что я покажу вам за кадром, как мы варим его в большой кастрюле. 40 минут вываривается, густенький, 80 гривен литр. Огурчик тоже, вот, с листочком. Вкуснятины, хороший, да. Смородинка, тут мы добавляем смородинку и добавляем чесничок, и оно очень вкусно, так ароматное. Да, супер. А так и на развес, и целиком есть, все, обычно стараемся, чтоб было, чтоб все свеженько было, стараемся. Вы работаете каждый день? Работаем каждый день. Даже понедельник? Даже понедельник. Отправляете по Украине? Отправляем. Говорите на версии лифона? 0,97, 47, 205, 11. Всех ждем. Наташа, огромное вам спасибо. У вас все очень вкусно, мы это подтверждаем, потому что часто берем у вас продукцию. До свидания. Да, до свидания. Таким мы увидели новый рынок сегодня, 9 февраля 2024 года. Друзья, взамену я от вас жду только жирный и прижирный лайк. Если вы до сих пор еще не подписались на YouTube канал Взрослый Разговор, то уже настала пора это сделать. Прямо под видео есть кнопочка подписаться, нажимайте на нее, рядом с ней нажимайте на колокольчик, и вы точно не пропустите ни одного видео на моем канале. Но, если вдруг все-таки после просмотра видео у вас остались ко мне личные вопросы, пожелания или предложения, вот мой инстаграм. Подписывайтесь на меня в инстаграм, пишите мне в личку, я отвечаю очень-очень быстро. И не будьте жадинами, обязательно поделитесь этим видео с друзьями в соцсетях. Там тоже все очень просто. Прямо под видео есть кнопочка поделиться, нажимайте на нее и разбрасывайте видео по всему интернету. Меня зовут Сван Саныч, вы на канале Взрослый Разговор. И, собственно, сегодня мы с вами посмотрели обзор самого старого из действующих рынков Одессы. Желаем вам мира, добра, любви и счастья. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok